Что будет на месте вырубленного сквера на улице Бестужева? Когда закончатся восстановительные работы? И как так получается, что деревья могут вырубить буквально на глазах у местных жителей? Эти темы стали самыми обсуждаемыми на брифинге в мэрии. На вопросы журналистов отвечала начальник управления градостроительства и архитектуры администрации Владивостока. С 2015 года в связи с поправками в законодательстве полномочия по изменению генерального плана и правил застройки и землепользования перешли к администрации Приморского края. Эти же перемены касаются и формирования земельных участков под городские парки и скверы. Было у нас представление прокуратуры еще в 2010 году, когда нам запретили неполномочия органов местной власти смотреть застройкой. Сейчас поставить точку в этой скверной истории специалисты мэрии могут лишь с позволения края. В департамент городостроительства направили ходатайство, чтобы территория получила статус зоны Ж5. Такая мера исключает использование земли под строительство. К слову, такой статус земли в городе впервые ввели в 2013 году, подвергнув изменениям правила землепользования и застройки. Ж5 – это зона городских парков и скверов жилых территорий. Сейчас на карте Владивостока 20 таких участков, которые хоть и не получили юридического статуса муниципального сквера, но впервые зарегистрированы как функциональные зоны скверов и парков, а значит защищены от появления супермаркетов и торговых центров. А куда дети ходить будут гулять? У меня ребенок инвалид вообще большой. Вот кто вот это вот сделал и деревья вырубил, я бы им руки по самой плече отрубила. Вот нет моего права. Незаконно ночью прямо поставили. Это явно признаки отсутствия законности. По некоторым скверам судебные тяжбы продолжаются и по сей день. Зеленые зоны – лакомые кусочки для предпринимателей. Среди таких, к примеру, сквер Игнатьева на Океанском проспекте, сквер Чехова на набережной 10. Данные земельные участки были переданы предпринимателями под застройку еще в 2003 и 2004 годах. Сейчас специалисты городской администрации делают все возможное, чтобы сохранить эти зоны зелеными. В настоящее время еще управлением муниципальной собственности ведется работа по формированию земельных участков под пятью скверами, которые находятся в районе Лермонтово 81, Лермонтово 91, это поселок Трудовое, по проспекту Столет Владивостока, да, это тоже наглядно показано, на проспекте Столет Владивостока 60, проспект Столетия Владивостока 29 и улица, да, переходим на улица Липовая. Цель брифинга – рассказать, сколько скверов было создано и отремонтировано силами городской администрации в период с 2010 по 2017 год. Так, самые популярные объекты отдыха горожан были реконструированы с учетом морских мотивов, чтобы подчеркнуть уникальность города. В некоторых скверах появилась возможность активного времяпрепровождения. Яркий пример – восстановленная зона отдыха на Борисенко, где теперь горожане занимаются на спортивных тренажерах. Вообще хорошие эти штуки, замечательные. Особенно для нас там, знаете, как хорошо. Придешь, покрутишься, что-то начинает двигаться руки, ноги. Журналистам рассказали и о парке здоровья, который появится в районе улицы Русской на месте пока неухоженной территории. Кроме озеленения предусмотрена спортивная площадка, велодорожки, видовая площадка, тропа здоровья и кардиолестница. Это большая территория, вы видите очень. Она находится, если территориально, за заводом «Варяг». Около ста земельных участков администрация Владивостока зарегистрировала за несколько последних лет в качестве скверов и парков. И в дальнейшем планируется, чтобы число зеленых зон только возрастало. Инна Щедрова, Анна Бережная, Игорь Бултов. Новости на Восьмом.